Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги Паралипоменон, первой книги, перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. И мы с вами читали вот в 13-й, как Давид собрался было перенести ковчег в Иерусалим, но некий юноша заприкоснулся к нему, казалось бы, из благочестивых соображений, чтобы он не упал случайно и был за это поражен Господом. Вот нельзя святыню просто так потрогать, как какой-нибудь груз перевозимый. И Давид испугался, а как же, как же мы в Иерусалим его перенесем, что же это будет? Хирам Цартира послал к Давиду своих послов. Они доставили кедровое дерево, и с ним прибыли каменотесы и плотники, чтобы построить Давиду дворец. И Давид понял, что Господь укрепил его власть над Израилем и возвеличил его царство ради Израиля, своего народа. Ну, Тир — финикийский город, довольно близко расположенный к Израилю, до сих пор он там находится, сегодня территория города Тира в Ливане. Он славился своими мастерами, вообще был таким богатым торговым городом, городом мастеров, и с финикийцами у израильтян были, судя по всему, хорошие отношения, постоянно упоминается то, что они в каком-то союзе, вот, особенно Хирам и Давид. И поскольку он знает, что Давид воцарился, то Хирам отправляет к нему мастеров для строительства дворца. Что нужно царю? Дворец. Что же еще? Сейчас прочитаем, что еще. В Иерусалиме Давид взял себе новых жен, у него родились еще сыновья и дочери. Вот именно те, кто родился у него в Иерусалиме. Шамуа, Шував, Нафан, Соломон, Ивхара, Лешуа, Элпелот, Ногах, Нефик, Дефия, Элишама, Бельядая, Элефелот. Вручаю, что вы знаете одно из этих имен очень хорошо. Соломон. На секундочку так, а как Соломон родился у него в Иерусалиме? А Давид, мы читали в книгах царств, взял себе чужую жену, она забеременела, а потом он эту чужую жену взял к себе уже в жены свои, но перед этим отправил ее прежнего мужа на верную смерть. Это история про Версавию и Урию. Да. Ну, у него родился еще Соломон, говорит, первая книга про Липомена. Ни слова обо всей этой некрасивой истории. Потому что образ Давида в этой книге, он, безусловно, положительный. И более того, это не образ живого человека, извините за такое, может быть, шокирующее выражение. Это образ идеального правителя. Мы говорили о том, что эта книга, она предназначена для тех, кто возвратился из плена, и нужно восстановить Израиль в его идеальном виде. Вот Давид идеальный царь Израиля в этой книге, а не совсем живой человек. Когда филистимлине узнали, что Давид помазан царем Израилем, то все они отправились в поход, чтобы разыскать его. Странная идея. Но, очевидно, они считают, что Давид слабый царь для Израиля, да? Но с точки зрения повествователя даже не это важно. Вот Давид в царях. И что делает царь? Строит себе дворцы, берет жен. Ну, правильно, хочется же пожить с удовольствием. Но главная это его цель другая, воевать с врагами. Итак, они отправились в поход, чтобы разыскать его. Давид, услышав об этом, вышел им навстречу. То есть он говорит, да, я царь, я не бегу, не пытаюсь договориться каким-то образом, а я встречаю опасность грудь в грудь. Филистимлине, придя, стали разорять долину Рифаимов. Рифаимы, загадочный народ, какие-то великаны легендарные. И вот здесь они даже не решаются на него напасть, да? Может быть, долин Рифаимов уже никаких никаких нет, просто название такое. Давид и просил Бога, идти ли мне на Филистимлин, дашь ли ты мне одолеть их? Господь ответил ему, иди, я дам тебе одолеть их. Ну вот, собственно, главное про отношение царя и Бога, да? Да, царь побеждает, но побеждает как своей крутостью, или там особыми какими-то отборными войсками, вооружением, очень продвинутым, тактикой изощренной. Нет, он побеждает по воле Божьей, и, собственно, единственное, что значит, чем отдает ли Бог ему их одолеть. Израильтяне направились в Баал-Пироцим, и там Давид разгромил Филистимлин и сказал, Господь, как поток сокрушающей преграды, сокрушил он врагов моими руками. Поэтому это место называется Баал-Пироцим. Мы даже не знаем, где это было, но вот такой прорыв потока, можно сказать, это значение слова. Филистимлине побросали там своих богов, которых по приказу Давида сожгли. Тоже важный момент, да, победа Господа над идолами, которые, соответственно, сжигаются, а не просто там используются, я не знаю, как культурные произведения или как еще что-то. Вот это идолопоклонство, и при Давиде не остается никакого шанса на него. И снова филистимлине стали разорять долину. Давид вновь обросил Бога и получил от Бога такой ответ. Не гони за ними следом, а войди с тыла и подбери с ним со стороны грушевых деревьев. Когда услышишь шаги на вершинах груз, бросайся в атаку. Это значит, что Господь идет перед тобой, чтобы разгромить филистимское войско. Давид сделал так, как повелел ему Бог и разгромил филистимы от Гаваона до Гезера. Вот один раз он говорит, иди победишь, другой раз он ему говорит, иди, но не так, как ты хочешь, а по-другому и победишь. Вот значит, есть варианты, да, то есть воля Божья, она не всегда так прямолинейна, иногда требуется хитрый маневр, но и он должен быть от Бога. И это тоже урок для этих самых вернувшихся из плена израильтян, но и для всех читателей текста. Слава Давида разошлась по всем странам, и все народы стали бояться Господа. А Ковчег, в прошлой главе он у нас был, и стоит он в доме какого-то Овед-эдома, абсолютно ничего не значащего человека, а Давид живет без него. Может ли это так оставаться? Об этом будет следующая глава. Продолжение следует...